Тимура Иванова На оказание, цитата, «услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». Басманный суд Москвы также отправил Бородина в СИЗО. Зиганутая публика радуется, что наконец-то Путин наведет порядок, но как бы не так. Просто финансовые потоки передаются из одних рук в другие. А Иванов и ему подобные зря не уехали из РФ заранее. Потому что в таких режимах, как Путинский, в кризисные времена данных персонажей пожирают в первую очередь. Но уже все, уже посыпалась вся эта история. Штукатурка давно слезла. Сейчас начинает проявляться истинная вот эта вот морда. Морда. Ну как же нам не проявлять? Отдых за миллионы рублей. Кто себе может позволить сейчас такую роскошь в России? В принципе, мало кто это. Крупные бизнесмены, топ-пропагандисты Кремля. И заместитель министра обороны России Тимур Вадимович Иванов. Любитель люксового отдыха, главный строитель объектов Минобороны России и фигурант антикоррупционных расследований. В нашем распоряжении оказались документы, в соответствии с которыми Иванов с компанией с легкостью тратят за выходные столько, сколько среднестатистический житель Алтайского края зарабатывает за примерно 13 лет. 13 лет жизни человека за отдых чиновников всего за одни выходные. Почему именно Алтайского края? Ведь именно там, судя по документам, полученным командой журналистов-расследователей телеканала UATV, главный строитель Минобороны России Тимур Вадимов отдыхал в начале июля. Тимур Вадимович Иванов работал гендиректором российского энергетического агентства Минэнерго. В 2012 году губернатор Московской области Сергей Шойгу предложил Иванову кресло заместителя председателя правительства Подмосковья. Через год Иванов ушел за Шойгу в строители оборонстроя. Заместитель министра обороны Российской Федерации в Минобороны отвечает за строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Минобороны России. Июнь 2022 года. По сообщению украинских властей, заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов приехал в уничтоженный Мариуполь. Главный строитель военного ведомства должен был заняться фортификационными сооружениями в городе в ожидании контрнаступления вооруженных сил Украины. Спустя несколько дней, в начале июля, видимо уставший от работы на Донбассе, Иванов отправился отдыхать. Чартерным заказным рейсом РФИ-9777 в 23.30 по московскому времени 1 июля он должен был вылететь из терминала Внукова-3. Но судя по карточке борта, самолет задержался и вылетел немного позднее, уже 2 числа. Спустя 4,5 часа он был уже в Горно-Алтайске. Примерно в 8 утра по местному времени. Оттуда борт отправился в Барнаул, но вероятно уже без самого Иванова. В документе указано, что борт покинул Горно-Алтайск из-за отсутствия стоянки для самолета. Давайте просто посмотрим, каким же воздушным судном передвигается обычный замминистра обороны Российской Федерации. Это Як-42Д, бортовой номер РА-42-423. В сети можно, кстати, пройти виртуальный тур по самолету. Кожаные сиденья цвета слоновой кости, красное лакированное дерево в обивке салона и декор цвета золота. Самое скромное, кстати, что есть на Як-42Д, это кабина пилотов, которая выглядит хуже, чем элитный туалет на борту. С обшарпанными старыми сидениями, грязными подушками у пилотов и потертыми дверьми. Как часто это бывает? Убогость в метре от роскошной жизни российских чиновников. Но вернемся непосредственно к отпуску Тимура Иванова. Судя по документам, 3 июля замминистра обороны должен был заселиться в жемчужину Алтайского края с не очень патриотичным названием «Алтай Вилледж». Курорт премиум класса, расположенный в самом центре Алтая, на берегу первозданного Телецкого озера. Шале курорта выполнены из массива кедра, а их интерьер сочетает в себе эксклюзивный современный дизайн и использование самых экологичных материалов. В соответствии со счетом только лишь одно проживание завтраком, замминистру обороны России из компании обошлось в 5 миллионов 250 тысяч рублей. Я напомню, по данным Росстата, средний заработок по России в месяц составил в апреле 2022 года 62 тысячи с лишним рублей. Но важно понимать, что это в принципе средняя температура по палате. Ведь если в Москве соответствующий доход за месяц составляет 100-110 тысяч рублей, то житель Алтайского края, где отдыхал Иванов, получил чуть больше 32 тысяч рублей. По нашим подсчетам, обычный житель региона должен 13 лет корячиться, не тратить ни рубля из заработанного для того, чтобы обеспечить себе и своей компании подобный шикарный отдых на курорте премиум класса. Что, естественно, невозможно, если вы не замминистра обороны России. И обратите внимание, судя по счету, 5 с лишним миллионов рублей это лишь цена проживания завтраком. Например, сюда не входит та же стоимость за перелет, а также услуги, которые предлагает непосредственно комплекс. Это фитованны, это рыбалка на Телецком озере, кедровая баня, экскурсия на вертолете, об этом чуть позже и другое. Мы позвонили в Алтайвилледж и поинтересовались, сколько же у них стоят все эти дополнительные мероприятия. Можете сориентировать тогда по услугам, спа, рыбалка, что-то еще. Так, рыбалка, если вас она интересует. Стоимость ее, в зависимости от катера, на катере XO 320 один час будет стоить 22 тысячи рублей. Это будет за аренду катера, то есть 22 тысячи за там шестерых человек. На катере сели 18 тысяч рублей. У вас знакомые наши отдыхали в июле, в начале буквально там, они еще на вертолете у вас летали. Вот рассказывали, что ну просто невероятно, невероятные эмоции остались. Мы поэтому, собственно, собираемся к вам приехать. А можете примерно тоже есть такое у вас еще? Остались ли такие услуги и что по стоимости тогда? Конечно, конечно. Экскурсии мы организовываем как по Телецкому озеру на катерах, также и вертолетные экскурсии по Горному Алтаю. Стоимость также этих экскурсий разнообразная. В зависимости от длительности экскурсии есть более короткие на 2,5 часа, есть более длительные до 6 часов, которые длятся. И также зависит от вертолета. Самый популярный, я вам расскажу, стоимость, чтобы примерно сориентировать вас. На вертолете Робица 66, он вмещает до 4 человек. Стоимость на Карапольские озера, например, это такая средняя экскурсия, длительность около 3 часов, где-то 2,40. На Робинсо 66 306 тысяч рублей. На Еврокоптере АЭС 350 460, 6 тысяч 950 рублей. Итак, давайте еще раз. Экскурсия на вертолете от 306 тысяч до 466 тысяч 950 рублей. Кстати, на ваших экранах сейчас вертолет марки Робинсон, который принадлежит именно Алтавилледж. Ну как, кто не прочь заплатить 300 тысяч рублей за экскурсию на вот этом красавце? Ну то есть, 5 с лишним миллионов рублей – это далеко не предел чека за уикенд для компании Иванова. Отдых также точно не обошелся одними завтраками. Давайте заглянем в меню ресторана комплекса Алтай-Вилледж. Кормят там, кстати, заметно лучше, чем в российской армии. 50 грамм красной икры за 1700 рублей. Карпаччо из косули с брусничным соусом за 1400 рублей. Стейк рибая за 4400 рублей. Давайте еще сюда добавим популярный в России напиток – водку. Российская стоит 3500 рублей за пол-литра, а импортная – 6500. За сытный ужин постоялец такого заведения заплатит плюс-минус 10 тысяч рублей. Естественно, при достаточном заработке человек может позволить себе и Карпаччо за 1500, да и вертолетную экскурсию за 300. Вот только как человек, проработавший достаточно долгое время государственным чиновником, а в последнее время еще и чиновником первого ранга, может позволить себе такой шикарный уикенд? Ответ простой – коррупция. Тимур Иванов, по данным российских журналистов-расследователей, входит в так называемый клан Шойгу. Иванова называют кошельком своего шефа, министра обороны Российской Федерации, одним из ключевых участников схемы хищения средств на строительстве объектов для Минобороны России, создателем этой схемы и ее идейным вдохновителем. В ноябре 2012 года Шойгу заменил на посту главы оборонного ведомства Анатолия Сердюкова. Главным коррупционным детищем Сердюкова на тот момент было акционерное общество «Оборонстрой». И вместо того, чтобы реформировать эту компанию, Кужегетыч поставил ею руководить своего давнего друга Иванова. Тимур Вадимович проработал на этом посту до 2016 года, а после получил должность заместителя министра обороны Российской Федерации, где и до теперь курирует имущество, расквартирование войск, жилищное медицинское обеспечение, строительство, капитальные ремонты, военную ипотеку. Журналисты издания «Утро февраля» провели расследование, в котором озвучили новаторские решения Иванова в отмывании денег. Схема, кстати, проста как мир. Частная строительная компания, назовем ее «Н», подписывает контракт с Министерством обороны Российской Федерации. К примеру, заказ сделан на новые казармы. Фирма получает аванс, проводит работы, может даже процентов так на 80-90. И тут Минобороны просто разрывает контракт, высказывает надуманные претензии и не выплачивает остальную часть долга. По итогу компания «Н» остается в убытке, а главное оборонное ведомство России с почти готовым зданием и неиспользованным бюджетом. Но это еще не все. Схема, как говорят журналисты, отрабатывается дважды. Чуть позже почти достроенный объект оформляют по другой статье бюджета, на него снова выделяются деньги, которые получает уже подконтрольная строительная компания. Назовем ее «Т». Ну говорил же, все абсолютно элементарно. Дальше нужно просто освоить деньги. Ну то есть оставить их себя в кармане. Шикарный образ жизни заместителя министра обороны России Кошелька Шойгу логично увязывается с коррупционными скандалами в оборонном ведомстве. Зачем мы сделали подобное расследование? Почему вообще решили об этом рассказать? Вы знаете, вопрос не только в Иванове, либо о его патроне Шойгу. Дело в коррупции, которая уже давно охватила абсолютно каждую сферу жизни в России. Медицину, оборону, строительство, да, что угодно. Иванов, Шойгу, Лавров, Патрушев, Мишустин, Путин. Все это звенья одной цепи. Миллиардные схемы должны были списать на войну против Украины. А по факту, украинская армия на поле боя уничтожила миф про вторую армию мира. А коррупция добила ее. На самом деле мы бы и не занимались вообще этим расследованием. Не копались бы в делах Тимура Иванова и Министерства обороны Российской Федерации. Нам было абсолютно все равно, что происходит в Российской Федерации. Есть там коррупция, нет коррупции. Все изменилось после нападения России на Украину. Обращаю внимание, нам передали в руки документы. Не через интернет, почту и так далее. Обращаюсь к высшим чинам России. Такие сливы будут далее, на регулярной основе. Ваши люди уже сливают вас. Вот интересное кино. Мы так не договаривались. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok